В Туркестанском областном филиале партии Аманат состоялось пресс-заседание с участием председателя областного Маслихата, депутата областного Маслихата Нуралы Абишева. На брифинге он доложил о проделанной работе Маслихата Туркестанской области за 4 месяца. Как известно, в соответствии с указом главы государства, состоялись внеочередные выборы депутатов Мажелеса парламента и Маслихатов Республики Казахстан. По результатам выборов 30 марта этого года состоялась первая сессия областного Маслихата 8-го созыва, где 46 вновь избранным депутатам были вручены нагрудные знаки. Кроме того, на первой сессии были созданы три постоянные комиссии и избраны их председатели. В частности, постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономики и сельского хозяйства, постоянная комиссия по вопросам социально-культурного развития, государственно-правового, местного самоуправления и депутатской этики, и по вопросам предпринимательства, строительства, развития инфраструктуры, земельных отношений и природопользования. В целом, Маслихат играет важную роль в содействии выполнению стоящих перед страной экономических и социальных задач. С начала года проведено четыре сессии областного Маслихата. Принято 53 решения, регулирующие важные вопросы в различных сферах. Из них 9 решений прошли государственную регистрацию в областном департаменте юстиции. Областной бюджет уточняется два раза в год. Его объем в этом году составил 1 триллион 325 миллиарда тенге. 58,5% бюджета выделено на социальную сферу. Это способствовало решению ряда задач, касающихся социально-экономического развития области. В текущем году в местные исполнительные органы направлено 154 депутатских запроса. Из них 86 удовлетворены и выполнены. Остальных 68 находятся в процессе исполнения или им даны разъяснения в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, всего в этом году от граждан поступило 73 обращения. Из них 59 от физических, 14 от юридических лиц. В целом 154 депутатских запроса направлены в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, инфраструктуры, финансов и экономики, образования, здравоохранения и социальной сферы. Ружан Жиринбаев, Алмазда Набекулы, Новости.